Кабинет психолога как самое яркое пятно в этой школе. Здесь есть не только новые методички для школьников, но и интересные игры. Развитие у детей сенсорик, у тактильность и мелкую моторику рук. Новые игрушки помогают быстрее и эффективнее. Ребенок, условно изолируя слуховой и зрительный канал, начинает более эффективно воспринимать на ощупь. То есть благодаря вот этим пластинам он развивает свое тактильное восприятие. В соседнем кабинете у логопеда тоже интересные интерактивные ручки. Помогают учиться правильно выводить буквы, а современные программы сами подбирают методику для обучения ребенка. Самое главное то, что в рамках проекта мы смогли посетить семинар в Ростове-на-Дону, где приобрели новые знания в работе с информационными технологиями, которые помогут совершенствовать нам работу в будущем и социально адаптировать наших учеников. На повышающие квалификацию семинары съездили почти все учителя Доброшколы. Галина Рыбакова здесь работает уже 23 года. Учит девочек шить. Повывав на семинаре в Ставрополе, уверена, что новые знания помогут ей лучше находить подход к ученикам. Мы их должны научить работать с новым оборудованием. Все это им показать, все им рассказать. Что наши девочки, у нас и мальчики могут шить. Всем этим овладели самостоятельно. Им это пригодится в дальнейшей их жизни. Получить статус Доброшколы было непросто. Со сбором документов на заявку помогали районные власти. Благодаря победе теперь в школе есть все, что нужно детям. Мы очень рады, что именно эти направления, национальный проект, дошел до глубинки, до села. И дает возможность нашим детям принять и учиться на новом оборудовании, обучаться по современным технологиям. Им очень понравились эти классы. И в данные классы они спешат, с удовольствием работать. Девочки в швейная, то есть прямо с удовольствием. Новые машины пробуют, осваивают. Мальчики по штукатурно-малярному делу. Ранее у нас обучение по данному направлению проводилось только теорией. Не было возможности практических занятий. С этого года мы планируем уже и практику ввести. Всего в 2019 году статус Доброшкол получили 16 школ области. Все они обучают детей с ограниченными возможностями здоровья. Анна Колпаева, Вячеслав Орлов. Время новостей.